Здравствуйте, уважаемые семиклассники! Сегодня мы с вами изучим слитное и раздельное написание частицы «не» с существительными, прилагательными наречиями и местоимениями. Чтобы правильно, первый наш шаг для правильного написания частицы «не», для начала нужно определить часть речи. Итак, если у нас существительное, прилагательное или наречие на «о», «е», смотрим следующие моменты. Если слово без «не» не употребляется, пишем слитно. Например, «не ряха», «не насны», «не лепа». Если слово можно заменить синонимом «безне», пишем слитно. Например, «неправда» можем заменить синонимом «ложь», «неблизкий» можем заменить синонимом «далекий», «неплохо» можем заменить синонимом «хорошо». Далее, если перед ней есть пояснительные слова «очень», «совершенно» и другие, также пишем слитно. Например, «совершенно неблизкий путь». Далее, «раздельно». Если есть противопоставление с союзом «а», пишем раздельно. Например, «не хорошо, а плохо», «неправда, а ложь», «неблизкий, а далекий». Также, если перед ней есть следующие слова, мы пишем раздельно. Это такие слова «далеко», «ничуть», «нисколько», «отнюдь», «вовсе». Например, «вовсе нелегкий поход» или «ничуть недалекий». Далее, также раздельно мы пишем «не» с краткими прилагательными, если они употребляются только в роли сказуемого. Например, «не рад», «не должен», «не готов». Далее, если наречие или прилагательное употреблено в сравнительной степени, также пишем раздельно. «Не больше», «не умнее». Наречия, которые оканчиваются ни на «о» и ни на «е», всегда пишем раздельно. Например, «не по-приятельски». «Не с прилагательными» пишется также раздельно в следующих случаях, если прилагательное относится к разряду относительных. Например, «эта ваза не хрустальная». Хрустальная – это относительное прилагательное, поэтому пишем раздельно. Также, если прилагательное относится к притяжательному разряду. Например, «эта шапка не мамина» пишем раздельно. Качественные прилагательные, обозначающие цвета, также с частицей «не» мы пишем раздельно. Например, небо сегодня не голубое. Закрепим наши знания. Он был не умнее ее. Слово «умнее» употреблено в сравнительной степени, поэтому пишем «раздельно». Далее. Она была далеко не лучшей ученицей. Перед ней есть слово «далеко», поэтому пишем «раздельно». Мне нравится ненастная погода. Ненастная. Такого слова нет, то есть без ней не употребляется. Пишем «слитно». Он не любит нехороших людей. Нехороших – это прилагательное. Мы можем заменить синонимом «плохих», поэтому пишем «слитно». Не правда, а ложь. Здесь есть противопоставление с союзом «а», поэтому пишем «раздельно». Проверим. Следующее – местоимение. Если у нас неопределенное или отрицательное местоимение, мы всегда пишем «слитно», например, «некем», «некого», но если в отрицательных местоимениях, употребляемых с предлогом, мы пишем «раздельно», «не с кем», «не у кого». Если местоимение относится к другим разрядам, значит, пишем с «не всегда раздельно». Например, «емо было некого похвалить». «Некого» – это отрицательное местоимение, употребляется без предлога, пишем «слитно». «Петьке не с кем пойти в кино», «не с кем», отрицательное местоимение с предлогом, поэтому пишем «раздельно». «Мне нечем делиться с вами» – «нечем». «Отрицательное местоимение употреблено без предлога», пишем «слитно». На не нашем этаже. Нашим – это притяжательное местоимение, поэтому пишем раздельно. С именами числительными частица «не» всегда пишется раздельно. Например, ни один, ни оба, ни пятый. Раскроем скобки и закрепим наши знания. Далеко не робкое замечание. Есть перед ней слово «далеко», значит пишем раздельно. Не у кого остановиться. Не у кого. Отрицательное местоимение употреблено с предлогом, пишем раздельно. Ничуть недорог. Перед ней есть слово «ничуть», поэтому пишем раздельно. Нездоровый цвет лица. Нездоровый – в этом случае мы можем заменить это слово синонимом «болезненный», поэтому пишем слитно. Не дядин дом. Дом чей дядин? Дядин – это притяжательное местоимение, поэтому пишем раздельно. Небольшой, но удобный шкаф. Небольшой, можем заменить синонимом «безне» маленький, поэтому пишем слитно. Нечего бояться. Нечего – отрицательное местоимение, пишем слитно. Не длинное, а короткое. Есть противопоставление с союзом «а», поэтому пишем раздельно. Невеселые думы. Невеселые – можем заменить синонимом «безне» грустные, поэтому пишем слитно. Нести не суразицу. Нет такого слова «суразицу», поэтому слово «безне» не употребляется, пишем слитно. Очень невкусный пирог. Перед ней есть слово «очень», поэтому пишем слитно. И домашнее задание. Параграф 60. Выучить правила на странице 192-193. И задание по выбору. Либо упражнение номер 355 «списать и раскрыть скобки», либо записать подборку пословиц о дружбе, в которых есть слова «сне». Например, «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Желаю удачи, спасибо за внимание. Здравствуйте, семиклассники! Сегодня у нас с вами урок повторения. Мы прорешаем самые сложные, ну, одни из самых сложных задач всероссийской проверочной работы по математике и с прицелом на основной государственный экзамен. То есть эти задачи вы можете встретить как на ВПР, так и на ОГЭ. Итак, задача первая. Найдите точку пересечения прямых. 2х плюс у равно 9, и у минус 3х равно минус 11. Можно, конечно, найти эту точку, решая графически. Но мы с вами помним, что графический способ не дает точных решений. Поскольку мы должны получить значения для х и у, такие, которые будут удовлетворять и первой прямой, и условия второй прямой, то мы должны решить два уравнения совместно. То есть мы переходим к системе линейных уравнений. И нам предстоит решить данную систему. Обратите внимание, коэффициенты у у равны единичке. Они одинаковы, но вы же помните, что мы можем уравнения в системе не только складывать, но и вычитать. Вычтем из первого уравнения второе. 2х вычесть минус 3х будет 2х плюс 3х, или 5х. у вычесть у будет 0. 9 отнять минус 11 будет 9 плюс 11, или 20. Итак, получаем, что сумма двух уравнений, алгебраическая сумма равна 5х, равен 20. Подставим вместо первого уравнения полученную сумму. 5х равно 20. Выразим из второго уравнения у. у равен 3х минус 11. Отсюда находим х. х равен 4. Подставляем полученное значение х во второе уравнение. Получаем у равен 3 умножить на 4 минус 11. То есть, у равен 12 минус 11, или равен 1. Итак, точка с координатами 4, 1 удовлетворяет решению нашей системы. И является решением. Ответ 4, 1. Следующая задача. Пусть дан график функции у равен 3х минус 22. Точка А с координатами 7, 0 лежит относительно этой графика функции. Вот надо выяснить, как она лежит выше этого графика функции, либо ниже этого графика функции. Итак, попробуем проверить. Подставим координаты нашей точки в уравнение нашей прямой. Если координаты этой точки удовлетворяют условиям нашего уравнения, тогда точка лежит на этой прямой. Если нет, будем дальше смотреть. Итак, подставляем. Место х подставляем 7, место у 0. Получаем в результате, что 0 равен минус 1. Увы, точка А не лежит на нашей прямой, ибо это равенство не верно. Точка могла бы не принадлежит этой прямой, это мы уже выяснили. Давайте теперь выясним. Эта точка будет лежать выше относительно графика нашей прямой или ниже. Подставим х, равное 7, в уравнение прямой. Получаем, что х равен минус 1. То есть точка с координатами 7, минус 1 будет принадлежать нашей прямой. Ну, мы видим, что 7 и 7 у этих двух точек абсцисса одинаковая, а вот ордината различна 0 и минус 1. Значит, на самом деле наша прямая будет лежать ниже этой точки. А точка с координатами 7, 0 будет лежать выше графика функции y равен 3x минус 22. Итак, ребята, рассмотрим задачу на среднюю скорость. Эта задача часто бывает на всероссийских проверочных работах, бывает на основном государственном экзамене и даже на ЕГЭ. Читаю условия задачи. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 54 км в час. Вторую со скоростью 90 км в час. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Записать решение и ответ. Давайте нарисуем небольшую схемку. Первая часть пути, вторая часть пути, весь путь. Надо полагать по условию задачи, если прочитать внимательно, первая половина пути, вторая половина пути. То есть весь путь разделен на две одинаковые части. Ну вот, наверное, он проехал первую часть пути, решил быстрее доехать и увеличил скорость. Средняя скорость никак не будет равна среднеарифметическому двух скоростей. Там нет линейной зависимости. Как-то надо по-другому решать эту задачу. Ну и нам непонятно, какой длины была первая часть пути, какой длины была вторая часть пути. Введем переменную. Пусть х, с километров, километров. Пусть с километров. Составляет весь пройденный путь. Тогда первая часть пути, S, деленная на 2 километра. Вторая часть пути, S, деленная на 2 километра. Найдем время, потраченное автомобилистом на первом участке пути. Для того, чтобы найти время, нам нужно путь разделить на скорость. Скорость нам известна 54 километра в час. Путь S, деленная на 2. Итак, S, деленная на 2, делим на 54. Ой, мы получаем S, деленное на 108 часов. Это время, потраченное на прохождение автомобилистом первой части пути. Найдем время, потраченное автомобилистом на второй части пути. Ну, логично. S, деленное на 2, делим на его скорость 90. И получаем S, деленное на 180 часов. Это время, потраченное на прохождение второй части пути. Теперь, для того, чтобы найти среднюю скорость, Нам нужно весь путь разделить на все время. Найдем все время. Для этого сложим две эти величины. s, деленное на 108, плюс s, деленное на 180. Заметим, что 108 это 36 умножить на 3, а 180 это 36 умноженное на 5. Значит, дополнительный множитель к первой дроби 5, ко второй дроби 3. Получаем 8s, деленное на 36, умножить на 15. Сокращаем, получаем 2s, разделить на 9 умножить на 15 часов. Это все время потрачено автомобилистом на весь путь. Ну и теперь, наконец-таки, найдем среднюю скорость. Как отношение всего пути ко всему времени. Весь путь мы обозначили через s. И теперь мы делим весь путь на все время. Получаем 9 умножить на 15, разделить на 2. Или 135 вторых. Или 67,5 километров в час. Это и есть средняя скорость автомобилиста на всем участке пути. Задача решена. Итак, дорогие друзья, вам предстоит еще выполнить домашнее задание. Домашнее задание по учебнику Макарычева, оно очень объемное. Алгебра. Учебник 7 класс Макарычева. Номер 324, 372, 424, 673, 954, 1043, 1055, 1152, 1153 и 1163. Ребят, там собраны все задания, которые мы с вами превышали. Вам успехов! Задача решена. Доброе утро. Доброе утро. and i'm your teacher today again so look at the slide here is the list of the items my friend bought yesterday at the supermarket let's read it bread butter low-fat yogurt a photo frame an anorex a pair of trainers and a hooded sweater why i asked her about the reason of buying these things she answered that the anorex looks cool куртка с капюшоном выглядит классно trainers are good quality кроссовки хорошего качества everyone else has a hooded sweater у всех есть свитер с капюшоном she saw that photo frame on tv она видела такую рамку по телевизору low-fat yogurt she bought at a bargain низкокалорийный йогурт она купила по дешевке she needed the bread and butter only а нужные были только хлеб и сливочное масло everyone goes shopping to buy some things but some people make a list of the items they want to buy but others buy everything they see so my friend is the same but it's her choice so the theme of our lesson is choices and it's your decision what choice to make so choices you make them and i'd like you to pay attention at the motto of the lesson by andrew ryan we all make choices but in the end choices make us все мы делаем выбор но в конце концов выбор делает нас how do you understand the motto yes our lives depend on our choices наши жизни зависит от нашего выбора so by the end of the lesson you will be able to make or to learn to make a better choice so here is the plan of our lesson to learn the reading rules to learn the words to listen to the text and find out what you should do for better choices so let's start and learn reading rules you can find this rule on page 92 in exercise 4 c between vowels is read as s for example nice as between vowels is read as z for example busy let's do the exercise so sounds let's read the words with sounds only face police dice and the rest of them will be read with sounds will be read with sounds phase please raising so let's practice i'll give you a half a minute to read these words and now let's read the words with sounds only spice rice ice recycle reduce specific voice and the rest of them will be with sounds noisy desert reserve poison music fantasy some of these words you will meet in the text and now let's learn new vocabulary different parts of speech war depicted in different colors fit in be accepted as a part of a group staff things affect have an effect on something power ability rechargeable something like a battery that can have electricity put back into it and be used again swap exchange natural resources land forests and energy sources found in nature a good course something like a charity that benefits others label small piece of paper card linen metal etc for attaching to an object and giving its name information about it instructions for use etc so let's practice our vocabulary you can see the words from the text and you can and synonyms in blue color so label is a sticker fit in match подходить to influence effect and now i suggest you open your books on page 93 and listen to the text in exercise 2 please listen and read people shop a lot we buy clothes food music mobile phones and millions of other things for what seems like a million different reasons obviously we buy things because we need them but sometimes it's just to fit in sometimes we buy stuff and we just don't know why everything we buy affects the environment but some choices are better than others we have of power to make those choices we can buy smart take some time to think before you buy something maybe you don't really need it send a virtual e-card instead of a paper birthday card buy things that will last a long time such as rechargeable batteries we can share with friends maybe you and your friends like the same video games why don't you share or swap your games instead of buying one each we can buy recycled fewer natural resources are used to produce recycled items which help the environment read the labels and choose recycled in 2002 90 percent of teenagers reported buying a product for a good cause what have you been doing since so the question was what have you been doing since so here is the graph that shows what my classmates have bought lately four of them have bought a box of 12 pencils three of them have bought a present for a friend four of them bought a card for their mobile and five of them have bought a video game so tell me where is the right choice yes the right choice was a card for their mobiles because they need it and now the rest of the items are are bad choices why please pay attention to your text again and tell me what should you do to make better shopping choices right you are you should buy things that will last a long time for example a mechanic pencil instead of box of 12 pencils you should swap or share video games with your friends and you should read the labels and choose recycled right you are and now let's make a conclusion of our lesson we all make choices but in the end choices make us see my dealing we're not consequences of we were delayed not so our future lives depends on what we buy and what we eat so be environmentally friendly if we don't take care of our nature 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 won't take care of us so your home assignment will be to learn the reading rules and write out the words with sounds and from the text on page 93 to learn the words in bold from the text and to read and translate the text i wish you good luck be healthy happy and wise the lesson is over goodbye you